друзья привет это очередной выпуск мой публичный портфель проект география инвестиций меня зовут евгений канал вселенная beautiful world мы продолжаем инвестировать продолжаем покупать новые активы и я приглашаю вас заглянуть в мой портфель и посмотреть что же в нем изменилось и так сегодня 22 ноября понедельник прошлая неделя закрылась у нас с минусом весь рынок падал и не исключение мой портфель который на данный момент в понедельник минусует на два с половиной процента итак давайте пробежимся по тем бумагам которые у меня были бристель майерс опять ушел в минус спустился к отметке 57 долларов за акцию мы его держим так как это дивидендная компания докупать пока не будем полиметал тоже немножко подрастерял свои перспективы и пошел немножко вниз но я думаю это недолго немножко откорректируется и продолжим рост золото в данный момент находится в боковике и такую же динамику у нас показывают поле металл стоп цена по бумаге 2000 рублей так что ждем в аризон также меня немножко огорчает ушел вниз минусуем уже больше 6 процентов убыток 135 долларов держим тоже ждем закрытия реестра акционеров и роста от компании компания xerox тоже меня изначально радовало но сегодня точнее начиная с пятницы она меня немножко огорчает 19 долларов 18 центов за бумагу горизонт моей стоп заявки 25 почти с половиной долларов по бумаге не знаю даже дождемся или нет но будем ее держать и смотреть что она из себя представляет и на ломка все также жестком боковике отметка 220 немножко вверх немножко вниз и все держим до декабря закрытие реестра в начале декабря получим дивиденды по этой бумаги докупать пока ее не будем потому что нет свободного кэша хотя точки для входа на мой взгляд с перспективы хотя бы на следующий год вполне идеальные 220 209 19 можно 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 покупать rusagra растратила всю свою мощь с отметок 1263 рубля за акцию компания спустилась на отметку 1111 и даже тестировала 1080 но как видим пока все откупилась и все-таки ждем от бумаги наверно роста вышел вышел отчет по компании принципе все хорошо рекомендации о том что не менее 50 процентов выделять на дивиденды это по сути должна быть такая положительная нота для роста акции но не знаю почему мы падаем возможно это такой ход конем закупаются те люди которые хотели бы добавить до данную бумагу к себе в портфель по хорошей цене дивиденды у компании достаточно интересная платит компания их два раза в год годовая доходность по дивидендов двин двенадцать с половиной процентов в принципе бумагу интересно где сдержать и интересно сейчас вот ее добавить к себе в портфель увеличить позицию потому что у меня всего 10 штук это но можно сказать ни о чем но мы пока этого делать не будем так как кэша свободного у нас нету и так поехали дальше и так что же изменилось в моем портфеле а в моем портфеле появилась новая бумага во первых я добавил наконец-то компанию вестерн юдион моя цена на ее покупку было 17 долларов за акцию но цена сходила намного ниже и я приобрел ее за 16 долларов 70 центов купил всего девять штучек на свободный кэш который у меня был это 151 доллар держим и наблюдаем компания тоже платит стабильно дивиденды один раз квартал следующее закрытие реестр акционеров в декабре 2021 года и годовая дивидендная доходность составляет пять с половиной процента так что я думаю эту компанию интересно держать у себя в портфеле тем более она на данный момент показывает низы на которых она была очень очень давно на этом уровне она находилась в каком же это году был было это январе девятнадцатого года 16 долларов 80 центов это бумага торговалась так что думаю рост по ней мы увидим будем держать наблюдать и если что докупать и устранять позицию если она пойдет вниз на что я конечно не очень рассчитываю и все таки думаю что это и вот ее но которая и от которого и произойдет дальнейший рост стоп цена по бумаге у меня 20 долларов за штучку но посмотрим если будет подходить к ней я думаю стоп цену сниму или перенесу ее немножко выше и так в моем портфеле пропали все облигации я сегодня их продал понедельник я закрыл все свои позиции по облигациям облигации у меня были headhunter м видео и алька система все это я продал и на освободившийся кэш я купил все-таки акции так нефти я как уже и говорил покупаю на отметке 500 рублей за акцию но сегодня звезда так сошлись и цена опустилась на 490 и купил в данный момент бумага торгуется все также в районе 490 максимум она по моему сегодня показывала 483 рубля за акцию в общем и опять начинаем набирать портфель если мы сходим опять на 480 то я буду закрывать позицию по евро и докупать опять же так нефть в декабре не знаю будет ли по татнефти закрытие реестра акционеров пока никакой информации об этом я не встречал если будет будет информация то я ее прикрепил вот здесь вот ссылочкой на то что какого числа будет закрытие реестра акционеров по татнефти какая будет выплата евро и доллар начинают укрепляться рубль наш как всегда начинает ослабевать пошла нефть вниз рубль наш конечно начинает хандрить болеть и показывать худшую динамику но евро и доллар начинают радовать за счет этого у меня и растет капитализация самого счета потому что в прошлом видео если вы внимательно наблюдали у меня было где-то 433 то есть минус 4000 сейси на данный момент у меня показывает убыток почти в 11000 это два с половиной процента но в то же время я капитализации своего счета потерял всего каких-то четыре тысячи рублей поэтому диверсификация портфеля по валютам она делает свое дело и так что же я ожидаю от рынка в конце ноября я думаю чего-то серьезного мы не увидим это это не будет глобальной коррекции все все таки я думаю мы покажем худшую динамику но это лишь для того чтобы закупиться именно перед декабрем потому что в декабре я думаю мы увидим новые х и новые вершины и сидеть в кэше в данный момент на мой взгляд это не целесообразно потому что мы потеряем больше то есть не до заработаем мы конечно сохраним то что у нас есть если останется в кэше но не заработаем и потом будем об этом очень-очень жили так что я надеюсь все таки коррекция которая сейчас идет на рынке она не долгосрочная и мы снова увидим хороший рост и хорошие х и по компаниям которые у меня находится в портфеле на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета оставляйте комментарии ставьте лайки подпишитесь на канал кто еще не подписан потому что у нас выходят в выпуске не только про инвестиции про мой инвестиционный портфель мы также делаю ролики про историю про путешествия по россии и не только так что подписывайтесь на наш канал и следите за новыми выпусками до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока что